Всем привет, мои дорогие! Сегодня решила показать вам, что у меня находится в морозилке. Давно не показывала, я вам вообще показываю периодически, да, с какой-то периодичностью свою морозилку. Не только на кухне, также и там морозилка, которая находится у меня в другой комнате, я вам ее показываю. В общем-то, сначала сейчас пойдем туда, а затем вернемся на кухню, покажу вам, что у меня и как лежит. Ничего не укладываю, вот так есть сейчас, вот какой беспорядок там есть, так вам и покажу. Просто уже настала пора наводить порядок в морозилке, и сейчас вот я оцениваю ситуацию и как раз-таки покажу ее вам. Покажу вам, что вообще в принципе у меня там находится. Так, открываем. Здесь то, что хранится в большой морозилке, которая не на кухне. И смотрим. Ну, давайте вот отсюда начнем. Порядок специально не наводила, то есть здесь как бы вот как есть, так и есть. Здесь у меня ягоды и фрукты различные. Ну, то есть все, вот видите, там пюре из груши, здесь вот тоже пюре из груши. Здесь ассорти ягодные. Вишня, малина, клубника и смородина. Черный, красный, по-моему, тоже. Так, здесь я просто вот что сверху достану. Здесь пюре. Можно, кстати, пакет было бы снять, но я думаю, что не наводила здесь порядок. Вот как есть, руки не доходили до этой морозилки вообще. Пюре ягодное здесь. Здесь малина с сахаром. Клубника там позади. Также у меня еще и земляника имеется. Так, эта полочка, она сама по себе небольшая. Ну, здесь как бы... Опс, все есть. Ладно, попробуем вот так достать. Все, видите, в контейнерах и все друг на дружке. Внизу там вот боярышник. Ярышник. Так, здесь... Что у нас здесь? Калина, по-моему, да, калина. Клубника с сахаром. Так. Землянику чуть-чуть никак не нахожу. Идеально. А, вот она. Вот земляника. Так, сейчас теперь здесь более-менее уложу. Ну, в общем-то, вот так. Так, дальше идем. Здесь у нас зелень. Ну, видите, груша вот влезла сюда, потому что не уместилась туда так ладно. Здесь зелень. Мята, лук зеленый, чесночные стрелки, чесночная паста с майонезом, чесночное масло. Чем-то много тут всего. То есть лук зеленый, лук зеленый. Так. Вот так. Это цветная капуста. Здесь у меня очень много цветных, чесночных стрелок. Здесь пюре овощное для супа. Пусть уже готовые можно готовить супчик. Ну, пусть вот здесь пока грушка лежит на компоте осталось. Тут мясо. Тут полностью мясо. Вот как оно есть, просто по пакетам. То, что я перенесла из морозилки, которая на кухне. Видите? Диана подписывала. Это сало. Здесь вот в пакете тоже копченое сало. Ну, тут мы достаем и как бы пользуемся. Сразу на кухню отношу. Тут у меня что? Вот это мне свекровь давала, когда у меня было моркови. Ну, то есть мы к ней заехали. Нужно было заехать в магазин. Магазин где-то не хотелось. С нами давала у нее в морозилке была морковь. На тот момент у меня не было замороженной моркови. Сейчас уже у меня свои много. И этот, тем не менее, лежит. Так, здесь редис для окрошки. Внизу укроп. Вот видите, все натыкано. Здесь для окрошки тоже целый набор. Там зелень, огурчики натертые. Ну, в общем-то, все. Вот это вот влезло. Нужно отсюда убрать. Это... Сейчас вам открою. Видите? Виноград замороженный. Так, отсюда это надо убирать. Здесь у меня петрушка, кабачки. Тоже, видите, для рагу наборы есть, имеются. Петрушка еще. В общем-то, зелень здесь, тыква сырая. Чего тут только нет, да? Так, ну, дальше двигаемся. Тут у меня базилик замороженный, просто полочки. Здесь вот то, что осталось. Тоже отсюда уже много взяла. Это горошек зеленый замороженный. Цветная капуста я часто готовлю. И кабачки. Тоже полочка пустая. Здесь сверху две пустые полочки ждут своего наполнения. Здесь вообще пустая полка. Видите? Кстати, что значит не капельная система разморозки. Вернее, капельная система разморозки, а не ноу-фрост, как у меня там. И здесь кукуруза осталась и лед застыл. Нужно размораживать в морозилку. Пока этого не делаю, позже сделаю. Нужно освобождать ее по максимуму. Хотя бы на кухню освободить, чтобы все это перенести на кухню. Идем сейчас на кухню, кстати. Так, открываем здесь и смотрим. Здесь вот, кстати, видите, да? Никакая разморозка не требуется. Все полочки отлично. Лед не образуется. Так, ладно, по сути, давайте. Здесь у меня вот наборы. Перец замороженный, это борщевой набор. Остался один, заправка для борща. Внизу цветная капуста. Укропчик. Это помидоры вяленые. Так, лежал пока. Кабачки. Тоже немного здесь грибы. Шпинат, листья шпината замороженные. Сейчас перебору, покажу, что дальше. И дальше у меня внизу, видите, здесь кабачки, а здесь томаты. Замораживала их на доске, а затем просто вот переложила вот так в пакет, чтобы удобно было брать для использования. Вот такие вот здесь у меня заморозки. Это на одной булочке. Идем в другую булочку. Идем в другую булочку. Дайте вот опалочку. Так, выше двигаемся. Здесь томаты тоже, несколько штук. Замерз, что ли. Ну да. Видите. Немного они примерзнуты. Рукой не очень удобно. Сейчас они отделятся друг от друга. Прервались. Не очень удобно. Так, отделили. Ну здесь томаты отварные перемолотые. Я сейчас просто по столу взгляну. Переворочиваю в морозилку. Давайте их пока уберем. Чтобы было удобнее, хочу показать, что дальше у меня находится. Здесь морковь. То есть очень много моркови. Вот это сырая морковь. Здесь готовая морковь с луком обжаренная. И дальше пошла сырая морковь. Да, потому что нет ничего. Сейчас обратно томаты положу. Томаты использую для приготовления вообще различных блюд. Также борща, рагу, вторых блюд. Ничего угодно. Томаты у меня остались после приготовления томатного сока. То есть вот мякоть, которая была, я ее перемолола и заморозила. Здесь уже практически закончился укроп. Так, чтобы пока не мешало. В сторону кукурузы. Здесь отварная кукуруза. Тыква пюре из тыквы. Тыква на сковороде. Там шармин. Так, здесь зеленый лучок. Здесь редис. Сюда отварочки. Здесь находятся. А вот это для пирогов. Здесь получается свекольная ботва. Сыр. Даже не помню, что еще. Но, в общем-то, набор был для пирогов. Которые для осетинских пирогов. Так, все. Сейчас еще обратно. Вот это поставлю. Укроп, как раз я его доиспользую. Контейнер освобожу. Ну и верхняя полочка. Что это? Здесь мало чего. Здесь у меня вот то, что я готовлю. Рыбка здесь осталась. Свинина. Я не переношу мясо из той морозилки, из большой, пока у меня не закончится здесь. Но в основном это так. Здесь тоже мясо. У меня не осталось. И вот, видите, в сторонке так уютненько стоят ягоды. Кто-то скажет, неуютно. Мясо с ягодами. Ну, на самом деле, для меня это как бы не критично. У меня здесь, видите, все хорошо, в принципе, упаковано. Поэтому никакие запахи, они не совпадают. И вообще, в принципе, знаете, у меня запахи в морозилке, они не смешиваются. Не знаю, кто-то жалуется. Но, может быть, у вас морозилка не очень так хорошо морозит. Я не знаю. Но у меня достаю ничего не смешиваться абсолютно. Так, по ягодам быстренько пробежимся, что здесь клубника, смородина и малина. Здесь пюре ягодное, две штуки. И здесь вот такой же набор, как и там. Это я компоты готовлю. А внизу здесь просто малинка. В общем-то, вот. Вот, пожалуйста, все, что у меня есть в морозилке. Нужно уже также подкупать, докупать. В основном нужно докупить рыбу. Ага, да, еще забыла. Сейчас покажу. Здесь еще, получается, набор у меня мидии. Ну, в общем-то, морской коктейль. Вот. Я его засунула и забыла про него. В общем-то, и все. Показала вам все, что у меня есть здесь. И также еще в другой морозилке. Сейчас также планирую делать заготовки. Тут уже подготавливаю продукты. Видите, здесь за моей спиной. Я собираюсь сделать наборы для супов и также борщевые заправки. Еще потому, что вы видели, уже у меня заканчивается одна осталась. Все, мои дорогие. Вот такая у меня морозилка. Все, что есть, показалось. С вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok